Можно ли беременным наращивать ногти? Так ли опасно наращивать ногти беременным женщинам? Можно ли беременным наращивать ногти? Беременным женщинам необходимо постоянно прислушиваться к себе, незамедлительно решать любые проблемы, возникающие со здоровьем. Но кроме этой самой главной миссии, женщине, как и всегда, хочется быть неотразимой для себя и окружающих ее людей. Поэтому нельзя осуждать стремление беременных женщин ухаживать за своими ручками. А поскольку не всех женщин природа наградила крепкими ногтями, многие из нас прибегают к помощи наращенных ногтей. Существуют ли какие-то противопоказания для наращивания ногтей при беременности? Во-первых, необходимо выбрать тот материал, который подходит индивидуально вам для наращивания. У многих беременных, в связи с гормональными изменениями, на следующий же день происходит отслойка наращенного ногтя. Именно поэтому состав для проведения процедуры должен подходить именно вам. Например, есть два вида материала – гель и акрил. И хотя акрил характеризуется сильным запахом, это не значит, что гель является менее испаряемым веществом. Оба они испаряются одинаково, только гель это делает без запаха, поэтому просто определите, что подходит именно вашим ногтям. Возможно, акрил хоть и имеет запах, но на вашей ногтевой пластине будет лежать идеально. Во-вторых, над столом, где происходит наращивание ногтей, должна быть сильная вентиляция или вытяжка, которая обезопасит вас от вдыхания вредных паров. Существует мнение, что такие пары могут привести к нарушениям развития плода. В-третьих, все инструменты должны быть должным образом обработаны. Это необходимо для того, чтобы снизить, а точнее предотвратить вовсе риск попадания в организм беременной женщины вирусов и микробов, способных нанести вред ее здоровью и здоровью малыша. Конечно, идеальным вариантом является наличие пивосоменных инструментов, которыми бы обрабатывали только ваши руки. Но если это невозможно, по каким быту и ни было причинам, проследите, чтобы имеющиеся инструменты прошли хорошую обработку перед использованием их для маникюра. Может кому-то это и покажется педантичностью, но беременным женщинам это простительно, ведь главная задача обеспечить безопасность со всех сторон. Просто следует внимательнее отнестись к материалам и инструментам, используемым в маникюрных салонах, и прислушиваться к своему организму. Помните, что женщина в конечном итоге красива в любом своем проявлении. И хотя ногти считаются визитной карточкой, женщины иногда достаточно просто аккуратных ухоженных, даже порой не накрашенных ногтей. Главное – это опрятность, нежность, самоуважение и любовь. Красит ли беременные ногти гель-лаком? Для многих красоток гель-лак стал отличной альтернативой обычному маникюру. Все дело в том, что он дольше обычного лака радует глаза безупречным состоянием на ногтях. При этом совсем не обязательно забросить домашние дела. Гель-лаку не страшны мойка посуды, стирка, готовка и другие домашние дела. Единственным вопросом является безопасность его использования в период подготовки женщины стать матерью. По составу гель-лак не опаснее привычного лака. Кроме того, в отличие от наращивания покрытия и гель-лаком не требуют шлифовки ногтевой пластины в таком объеме. Следовательно, такой маникюр можно считать более щадящим из-за отсутствия потребности в спиливании слоя ногтя. А также неприятного запаха для чувствительного носа беременных женщин при высыхании лаку. Каким лаком можно красить ногти беременным? Исходя из описанных нами фактов, получается, что беременным женщинам, как и остальным, можно пользоваться любым лаком, равно как и наращивать ногти во время главного периода их жизни. Главное при уходе за собой не забывать про элементарные меры безопасности и не перебарщивать с инновациями. Безопасный лак для ногтей для беременных Как мы определили, любой лак для ногтей, в принципе, является не более опасным для беременной женщины, чем для женщины, не носящей ребенка. Поэтому совсем избегать ухода за своими ручками, кожей и ногтями не следует. Ведь наибольшую неприязнь для беременных вызывает именно запах лаку. Выберите тот вариант, который вам подходит. Если есть обычный лак, запах которого вас не раздражает, может стоит порадовать себя и скупить всю палитру. А может вас устроит классический френч, нанесенный гель-лаком, и вам совсем не надоест носить его две недели? Выбор за вами. Ногти во время беременности Если гель-лак раньше мог быть нанесен раз в месяц, то при беременности его придется обновлять раз в полторы-две недели. Не забывайте также добавлять в рацион продукты, богатые кальцием, поскольку растут не только ваши ногти, но и будущий ребенок. Хорма, кунжи, твердые сыры помогут сохранить ногти в хорошем состоянии и обогатить организм нужными элементами. Ногти во время беременности Отзывы и полезные советы Совет будущим мамочкам сформировать для себя лично уходовую программу с учетом особенностей своих собственных ногтей. Если гель-лак держится у вас долго, то думаю лучше нанести его, чем раз в три дня красить ногти сильно, пахнущим обычным лаком. Совет Если наращенные ногти позволяют вам обойтись без маникюра около месяца, тогда лучше делать его при беременности, ограничив вдыхание вредоносных паров. Во всех случаях помните, что помещение, где вы приводите в порядок свои руки, должно быть хорошо вентилируемо. Иметь вытяжку, например. Совет Правильно питайтесь, будьте спокойны, радуйтесь жизни и маникюру в том числе. Продолжение следует...